Братья и сестры, слава Богу за небеса, что Его воля, чтобы никто из человеков не погиб, но Он имел жизнь вечную. И Он был не в том месте, куда определен дьявол и Его ангелы, но Он был вообще не с Ним. Это Его воля. Я сегодня хочу говорить о воле Божьей. И эта тема так и называется – «Воля Господня, она благая, угодная и совершенная для каждого из нас». Давайте мы прочитаем основной текст моей проповеди. Это записано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Апостол Павел пишет такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Мне нравится современный перевод этого места священного Писания. И там сказано немножко по-другому, немножко больше о том, чтобы когда мы отдали себя в жертву Богу, мы изменили наше мышление, наше мировоззрение, мы шли за Господом. И в синодальном переводе написано, чтобы нам познавать, что есть воля Божья. В современном переводе там стоит слово, чтобы поняли и приняли, что воля Господня, чтобы не пришло в твою мою жизнь, чтобы Господь не хотел через тебя или через меня делать, даже если это мне не нравится. Но в этом есть воля Господня. Это лучшее, что Бог хочет и определяет для тебя и для меня. Когда мы читаем в Старом Завете одну историю, которая произошла с царем Саулом, давайте мы прочитаем этот текст священного Писания, и мы что-то подчеркнем для себя, два таких важных момента или вывода. Это первая книга Царств, 15 глава. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его, над Израилем. Теперь послушай гласа Господа. Так говорит Господь Саваоф, «Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». И собрал Саул народ, и насчитал их в Телаиме двести тысяч израильтян пеших и десять тысяч из колена Иудина. «И дошел Саул до города Амаликова и сделал засаду в долине. И сказал Саул киньянам, «Пойдите, отделитесь и выйдите из среды Амалика, чтобы мне не погубить вас ними, ибо вы оказали благосклонность всем израильтянам, когда они шли из Египта. И отделились киньяне из среды Амалика. И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что пред Египтом. И Агага царя Амаликова захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадил Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили. «И было слово Господа к Самуилу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слово моего не исполнил, и опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». Такая трагическая, печальная история говорит нам и жизни Саула. Саул, когда мы читаем историю, это был помазанный человек, написано, что Саул был избран Богом, не человеками. Мы читаем историю, что Саул ревновал о Боге, и он исполнял Божьи заповеди, Божьи повеления, что Бог хотел от него до определенного момента. Были моменты, когда Дух Господний, он сильно сходил на Саула, так что он начинал пророчествовать. И он ощущал Бога, он был знаком с Богом. Он знал, что Бог – это реальность. Он знал, что Он действует, поступает по воле Божьей. И вот однажды мы находим место Священного Писания, что Бог говорит через Самуила к Саулу. «Это было от Господа Слово. Пойди и порази Амалика за все то зло, которое он сделал для детей моих, когда они выходили из Египта». Мы читаем историю, что Саул, он с готовностью это делает. Но в какой-то момент он уклоняется от того, чтобы полностью, всецело исполнить Божье Слово и Божью волю. И мы читаем, что лучшее из животных, из ценного, что им показалось, они оставили для себя. Они даже сохранили жизнь царя. И когда Господь открыл Самуилу этот грех, и написано, он приходит, и он говорит, это страшное слово, зачем ты это сделал? Мы читаем дальше, Бог говорит, что через его непослушание, через то, что он не исполнил его волю, Бог делает намного дальше и глубже, он отвергает его за то, что он не исполнил волю Господню. Я читаю эту историю, я задаюсь вопросом для себя. Как сегодня важно мне, прежде всего, ходить в его воле? Многих из нас, кто сидит в этом месте, на этом служении, Бог избрал. Бог сильно использует или использовал нас. Но если в моей жизни есть момент, когда я начинаюсь уклоняться от следования за Господом, это очень опасный момент. Момент, когда я могу быть отвергнут от Господа, когда я не соглашаюсь с его волей, с его определением на то, что Господь хочет через меня. И второй важный момент. Богу цены те люди, которые в его воле. Богу цены те люди, которых он использует, и они послушны, они идут, они исполняют его волю, Бог благословляет, Бог их сильно использует. Иисус однажды сказал эту притчу, Матфея 20 глава, о винограднике, когда хозяин дома искал работников свой виноградник. Помните, написано, он вышел на это торжеще, где были люди, он выходит с раннего утра, он берет этих работников, он посылает свой виноградник, чтобы они там работали. Приходит в обед, много работы, берет еще, приходит вечером, и еще, даже перед тем, как заканчивается рабочий день, в короткое время он еще нанимает людей. И вот написано, что он с каждым договаривается по динарию, плата за день. Приходи, мой виноградник, трудись, я дам тебе динарий. Мы читаем дальше. Пришел момент, когда закончился рабочий день, и приходит момент платы. И господин, или хозяин этого дома, он начинает платить с последних, и он выдает им по динарию. И когда пришли те первые, кто целый день трудились в винограднике, они чего-то большего ожидали от Господа. Они чего-то большего ожидали от хозяина. Наверное, хозяин, он сверх того, что они договорились, даст им больше. Они больше потрудились. Они были на этом зное, на этом солнце, на этом ветре. Но написано, что господин и им дал по динарию. И они стали возмущаться. Они стали возмущаться тем решением, которое сделал хозяин дома. Братья и сестры, когда мы в нашей жизни смотрим на других, мы видим, что другие живут чем-то лучше, чем я, чем ты. У них судьба, у них Божье определение лучше. Они трудятся меньше. Они какие-то трудности проходят меньше, чем ты и я. И сколько из нас начинает сегодня быть недовольными волей Божьей и роптать на Господа. Я искренне верю, что Иисус очень сильно хотел сказать что-то через эту притчу, через это слово. И давайте мы прочитаем слова этого господина, хозяина дома. Это Евангелие от Матфея, 20 глава, 15 стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Я не знаю, как вы, но в моей жизни иногда бывает это недовольство. Ты начинаешь смотреть на других, у других как-то все проще, у других как-то легче. И с каким из нас нужно согласиться с Божьим Словом, что Бог, Он властен. Властен в том, чтобы твоя судьба, твоя жизнь, она протекала так, даже если больно, если трудно. Он хозяин, Он господин. Все, что тебе и мне необходимо, это принять Его волю, как благую, как угодную, как совершенную для меня. Мы читали эти слова Священного Писания римлянам из 12 главы апостола Павла, где он говорит, что нужно себя предоставить жертву Богу благую и угодную. И он говорит о воле Божьей, как о благой и угодной. Наверное, как никто из апостолов, он в своей жизни ощущал эти побои, он ощущал эти трудности в своем служении, в своей судьбе. Но я никогда не встречал какое-то недовольство в Его посланиях, в Его словах. Мы даже читаем историю, которая говорит, что его жизнь, она тоже закончилась трагически, когда он попал в Рим, и он был казнен. История говорит, что он даже был казнен в один день с апостолом Петром, что Петра распяли вниз головой, а апостолу Павлу отрубили голову. Последние несколько лет тюрьмы он провел в этой темнице. Эта темница, она была в подземелье, приблизительно 35 метров он находился под землей. Это были те годы, которые он провел. Вот даже в те моменты он пишет послания к Тимофею, к других, что он делает, он укрепляет с той веры, он укрепляет всех, все церквя. И когда мы читаем однажды одно слово, которое апостол Павел получает в своей жизни, это откровение от Господа, когда Бог говорит слово или свою волю на его жизнь. И вот реакция апостола Павла, это записано в книге «Деяния святых апостолов», 21 глава, 8 стихи ниже. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи деканов, остались у него. У него было четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы прибивали, у них многие дни пришел из-за Иудеи некто пророк имени Магав и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав «Да будет воля Господня!» Написано, приходит пророк Божий. Идут другие откровения. Павел, не иди в Иерусалим. Все, что ожидает тебя, темницы, узы и смерти. Павел понимал, это слово от Господа. Это слово от Господа, что так и произойдет. Наверное, некоторые из нас, когда мы услышали такое слово, мы обходили этот Иерусалим бы десятой дорогой. Но не Павел. Павел говорит, «Что вы сокрушаете мое сердце? Я готов ради Господа моего умереть хоть сегодня». Вы знаете, почему он так легко согласился с волей Божьей? Я уверен, он не уклонялся в своем следовании от Господа ни налево, ни направо. Братья и сестры, если я в своем следовании за Господом, я не буду уклоняться. если Божья воля, Божье определение ко мне таким или иным путем, или Бог что-то хочет через меня сделать, если я в воле Его, даже если будет трудно, но мне будет намного легче пройти все утраты, все преграды. По одной причине, я знаю, что это слово от Господа, это воля Его, а она благая, угодная и совершенная. скольким сегодня из нас нам нужно понять, что только Бог, Он властен нашей жизни делать, исполнять свою волю. И когда я соглашусь, я действительно буду счастлив, даже если будут утраты, даже если будут потери, даже если будет скорбь, но пройдет время, и я увижу радость, мир и благословение своей жизни. Сколько порой из нас, как и он, они убегают от своего призвания. Иона был проповедник от Господа, пророк от Господа. Бог говорит ему, иди в Неневию и проповедуй, служи этим людям. Иона рассуждал умом, кто такая Неневия, кто такие Осириане, это враги Израиля. Они приходили не раз на нашу землю, они губили израильтян, они убивали евреев. Ну зачем им нести слово, зачем им проповедовать, чтобы они спаслись, и он убегает от призвания Божьего. И Бог через разные трудности все-таки направляет его в Неневию. Братья и сестры, если мы сегодня убегаем от Божьего призвания, от Его воли, и Бог еще через какие-то трудные обстоятельства жизни с нами говорит, это еще большая милость для тебя и для меня, что я не отвергнут, как Саул, что Бог хочет использовать тебя и меня в своем винограднике. Единственное, что мне нужно, покаяться и согласиться с Его болью, с Его определением на мою жизнь. Евангелие от Иоанна. Давайте мы прочитаем одно место Священного Писания, 12 глава, первые восемь стихов. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же взял фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симеонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же Он, это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда. читай это местописание. Я много раз читал в своей жизни это местописание и мы знаем эту историю, что всегда девушка в Израиле, она готовила это драгоценное масло. Когда она выходила замуж, она собирала до определенного времени. Это драгоценное масло, это мир, это предназначалось для ее жениха. Она имела определенную большую цену. Мы читаем, что она взяла это драгоценное масло и она вылила на тело Иисуса Христа. Нашелся один ученик Иуда, которому это не понравилось. Когда я читал это местописание, я не раз задавался себе как-то вопросом «Господи!» Но в принципе он ничего плохого не сказал. Он даже сказал правильно. Можно взять это масло, продать, раздать нищим. Сколько можно было сделать добрых дел? Когда я готовил это место, я не знаю, почему оно пришло мне на память, но я задался внутри себя вопросом «Почему Иисус Ты отверг это предложение? Почему Ты не поддержал Иуду?» Внутри себя я сразу же получил ответ «Иуда, это тот человек, который телом был с Иисусом, но духом он был давно от Господа. В какой-то момент своей жизни он стал уклоняться от следования за Иисусом Христом. Здесь Библия говорит, что он стал вором и он стал дальше тем, кто предал Иисуса Христа. Братья и сестры, как страстно в нашей жизни начать уклоняться от воли Божьей, от Божьего призвания. Когда я перестаю понимать Его волю, только один Иуда, он не понял, почему она это сделала, потому что он был не с Господа. Может быть, сегодня я сижу на этом служении, я телом здесь, но внутри я давно не с Господа. Своими мыслями, своей жизнью я уклонился от следования за Господом. Сегодня есть важный момент твоей моей жизни, чтобы не быть отвергнутым от Господа. Мне нужно покаяние, мне нужно принять Его как личного спасителя, мне нужно попросить у Него прощения, мне нужно сказать даже в те трудные моменты моей жизни, Господи, в этом была воля Твоя, я принимаю ее, как благую, как угодную, как совершенную, потому что Ты властелин моей жизни. Мои жизни снова и снова вспоминает один момент из моей подростковой жизни, когда я посещал служение, детское служение на Украине и учительница воскресной школы, она однажды говорила один случай из ее жизни. Этот пример снова и снова, однажды услышав его, он приходит ко мне на память. Это были 80-е годы, времена гонений в Советском Союзе, она была в Прибалтике, и там она имела встречу с одним из проповедников, миссионеров из Финляндии. Этот проповедник он поделился своим рассказом, своей судьбой, своим моментом и жизни, и она нам, как детям, говорила этот пример. Этот человек, он служил Господу, он даже был, кажется, пастором, если не ошибаюсь, но он был проповедником, и в какой-то момент в своей жизни он почувствовал, что я стал уклоняться от Господа. Вроде бы все хорошо, церковь, семья, служение, но он чувствует, я уклоняюсь от Господа, я не исполняю Его волю. Этот человек, он решил для себя, я все-таки буду приближаться к Господу. Он взял для себя определенное время, ночью, с двух до четырех утра, я буду находить это общение с Богом, я буду приходить в Его присутствие, я буду искать Его воли. Он рассказывает, первое время, первые недели, первые месяцы, это было очень трудно. Сон, говорит, он так сильно одолевал мною, сколько мыслей приходили мой разум, что я смотрел на время, прошло только пять минут, а мне казалось, прошло уже полчаса. Он говорит, я боролся, но я прилагал массу усилий. когда прошло несколько недель или несколько месяцев, он стал сильно, сильно ощущать присутствие Божьего. Он говорит, два часа для меня пробегали, как две минуты, и однажды, когда я молился и общался с Господом, говорит, я услышал сзади себя тихий плач, когда я обернулся, я увидел, сзади меня стоит Иисус Христос, и он плачет. Говорит, мне стало как-то так больно, не по себе, я стал думать, Господи, может, я тебя чем-то обидел, может, я что-то сделал не так. И в это время Иисус начал с ним говорить, как мало таких, как ты, ищут моей воли, посвящают себя на служение мне. Знаете, этот пример, он снова и снова в моей памяти. Я ощущаю себя, что иногда в моих моментах жизни я уклоняюсь. Я не полностью исполняю то, что Бог хочет от меня. И сегодня, я думаю, для нас сильный и важный момент, что в молитве, когда я сегодня могу молиться, мы будем молиться пред Господом, Господу открыть свое желание. Кому-то, может быть, нужно попросить прощение, что мы были не согласны с Его волей. Скольким сегодня из нас нам нужно, как, помните, Елисей ухватился за Илью. Он говорит, я хочу, чтобы иметь то помазание в тебе. А Илья говорит, если ты увидишь, когда я буду поднят, когда Бог заберет меня, тогда получишь. написано, Елисей был рядом с ним, не отлучался. Я не знаю, сколько это было, день, два, неделя, две недели, месяц, но он увидел, когда Илья был поднят Богом, и то помазание, и та сила сошла на него. Давайте мы сегодня будем похожи на Елисея. Мы так сильно ухватимся за Господа, чтобы нам уклоняться ни налево, ни направо, чтобы Господь начал использовать каждого из нас по своей воле, по своему предназначению, и чтобы каждый из нас сказал, как сказал Павел, да будет воля твоя. Аминь. Давайте мы склоним наши колена и будем молиться Богу. Аминь.